Выпил, украл, в тюрьму не попал. Таким гражданам, однажды переступившим черту закона, суд дает шанс на исправление трудом. Сегодня наказание работы искупают 29 человек. Уголовные статьи у всех разные. Невыплата алиментов, кражи, грабежи. По приговору суда граждане преступники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. Плюс ко всему, быть на хорошем счету уголовной исполнительной инспекцией, сотрудники которой регулярно проверяют своих подопечных на местах отбывания наказания. В рейд по трудовым объектам отправилась и наша съемочная группа. У гражданина Вакуева сегодня ответственный день. Осужденного приняли на работу. В Центре материально-технического обеспечения для осужденного подобрали подходящую вакансию. 200 часов обязательных работ мужчина будет отрабатывать с лопатой и метлой в руках. Причем абсолютно бесплатно. Таково решение суда. Отработать еще? Я думаю, настрой у человека виден даже уже потому, что проживает он в поселке Клябовском, достаточно отдаленно. Нашел время и место для исполнения наказаний. Поэтому, я думаю, настрой будет продолжен в таком же духе. Как у любого работника, у гражданина имеются обязанности. Их соблюдение будут пристально отслеживать сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Нарушение трудовой дисциплины может обернуться для осужденного тюремным заключением. В случае, если ваши права каким-то образом будут, по вашему мнению, нарушены работодателем, то вы вправе обратиться в органы прокуратуры за защитой своих прав. Под защитой прокурорских работников и права гражданина Аширова. Этот молодой мужчина отбывает наказание на предприятие «Комфорт». Сфера его деятельности разносторонняя. Уборка снега, установка скамеек. Сегодня планируют заняться монтажом каркаса для новогодней елки в микрорайоне Обский. Суд приговорил его к 36 месяцам исправительных работ. На трудодисциплинарной практике Захар полгода. За это время осужденный уже успел отличиться. Причем не с самой лучшей стороны. Забываю иногда отмечаться. Иногда на работу не выхожу без причин. А почему? Что вот с чем связано? Ну, честно говоря, лень, скорее всего. Такое бывает. Но вы же понимаете, что вот из-за своей лени вам могут заменить наказание на более строгое? Да, конечно, понимаю. Так получается. Из колонок радиоприемника доносится шансон. По песням осужденный Горшинин знает, какая нелегкая жизнь по ту сторону колючки. Прочувствовать на себе все тяготы тюремного быта он не спешит. Однажды суд поверил его раскаяния и дал мужчине шанс искупить вину, приговорив его за совершенную кражу к двум годам трудотерапии. Для меня это, как я даже не знаю, как сказать, и работы, и наказания. То есть в данный момент я рад, что я остался на воле. И это для меня как бы Бог помиловал, что лучше работать и зарабатывать, и думать головой, чем делать какие-либо поступки плохие. Руслан – производственный наставник Максима. В прошлом он также отбывал наказание в ПТП «Север». Спустя время судимость была погашена, а вот рабочее место осталось за ним. Отличный пример для подражания. Не нарушать работать. Как вам? Свои часы или что там отрабатывать? На протяжении года на автотранспортном предприятии свои часы пытались отработать 15 товарищей из категории «осужденные». У одних это получилось на 5 с плюсом, у других – напротив. На 2 с минусом. Бездельников и тунеядцев руководство здесь не терпит. Собственно, короткий разговор с нарушителями приговора и у инспекторов. В отношении 22 залетных товарищей суд принял решение о замене наказания на более суровое. Те граждане, которые, как вы правильно заметили, могут воспользоваться данным шансом, используют этот шанс, остаются на свободе, отбывая наказание. Сроки погашения судимости разъясняются им также, некоторые досрочно гасят. И потом успешно, вот сегодня мы тоже видели пример, успешно трудятся на тех же предприятиях, на которых ранее они отбывали наказание. Исправительные и обязательные работы, подарок судьбы, снисхождение суда – это безоговорочный факт. Только вот готовы ли герои воспользоваться этим шансом, покажет время. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».